Друзья, телеканал I1, программа FUNBOX, меня зовут Глеб Болелов И сегодня мне особенно приятно начинать этот выпуск, так как в гостях у нас мой хороший приятель Ливан Горозия, более известный как L1 И вы знаете, я редко бываю доволен выпусками нашей программы, но сегодня именно такой день Мы начинаем На сегодняшний день L1 один из самых востребованных рэп-артистов нашей страны Его концерты собирают толпы народа И то, с какой легкостью он заводит целые стадионы, наводит на мысль, что у этого парня явно дар общения со зрителем Во время его живых выступлений просто невозможно стоять на месте И глядя на толпы беснующихся людей, складывается ощущение, что еще чуть-чуть и все реально сойдут с ума Но начнем мы сегодня наше интервью с дел обыденных Ребята, извините, а вы сейчас снимаете обучение или что? Мое интервью сейчас Нам просто можно 10 минуточек и все? Просто у нас очередь Очередь? Да Ну так они сейчас снимут и потом очередь продолжится, давайте, ничего страшного Ну хорошо, ладно, можно тогда? Быстро, конечно У нас быстрота наше второе имя Это не очень хорошо Не во всех вопросах Ну что, друзья, мы продолжаем следить за Луаном Вот обычные будни Мы сейчас находимся в звукозаписывающей студии Где Лёва озвучивает одного из героев фильма под названием «Тринадцатый район» И насколько это отличается от... Абсолютно не рэп Приходится вживаться в роль своего героя В данном контексте у меня у героя, не знаю, 150-120 килограммов он весит, наверное И вот мне приходится чувствовать себя очень здоровым, томным, ленивым медведем Сейчас можете попросить нашим зрителям показать все же, как это происходит Как сами, пацаны, я такой состоявшийся уличный мастодонт Чувак с базы шепнул, что они собираются перевозить оружие без охраны, с ключами от контейнеров Лёгкий кэш был Самое смешное в этом фильме, что босс в фильме это Тимати В жизни Ну то есть я говорю, Тиман, это лёгкий кэш Всё понятно, чем вы занимаетесь, значит, на своём бэкстане Фильм «13-й район. Кирпичные особняки» выйдет на экраны 8 мая История предельно проста Детектив под прикрытием ищет оружие массового уничтожения, которое похитил босс наркомафии И спрятал где-то в гетто Поздним вечером L1 уехал на студию, где продолжает работать над своим новым альбомом На студию подморел В 10 километрах от Москвы в живописном лесу расположилась студия Стас Рекордс Где он может зависать ночи напролёт в поисках нового звука Здесь, что очень удобно, не ловить телефон практически То есть практически никто не беспокоит Здесь далеко, соответственно, если я уезжаю на студию, то меня очень трудно вытащить в центр В общем, здесь полностью погружение в творчество Его крайний альбом «Спутник» вышел в свет уже год назад Именно этот диск дал огромный толчок в росте популярности L1 14 треков быстро разлетелись по всей России И стали популярны не только среди поклонников хип-хопа В первую очередь из-за того, что получился он мотивационным И после его прослушивания появляется желание идти и двигать горы А так как лентяев среди нашей молодёжи достаточно, то для многих он стал ещё и полезным И вот спустя год L1 снова готовит что-то особенное В первую очередь в плане звука Всем тем продюсерам и музыкантам, с которыми я сейчас работаю Я им говорю, что они... Ну, какую музыку ты хочешь? Я говорю, присылайте вообще любую Ну, то есть я сейчас... Да, настолько в таком поиске, что присылают, присылают, присылают Там типа из 50-100 битов можно найти один И то, возможно, его придётся перелопачивать и так далее На самом деле, так скучно, достаточно скучная, кропотливая работа Но прикольная тем, что иногда находишь такие ходы, от которых потом волосы дымом встают И ты думаешь, интересно, а кто-нибудь ещё так делал, помимо меня, именно в нашей стране, например Это мой гитарный усилитель Мы сейчас микрофон Элла заведём в усилитель И другим микрофоном снимем дальше И да, пацаны И да, микрофон Прокусаться нужно вот сюда Зубной Это прибор, в общем Как раз есть музыка, Лерос, да, когда-то? Ну, начинаешь... Щупай, щупай Щупай, да, вот уже скучно становится, короче Вот, например, классический микрофон Нойман, да, мы... 87, да Да, мы его используем как звукосниматель Это вот, это, это сейчас, что касаемо только голоса А, это, собственно, музыка Один, два, три Мой город пропитан деньгами Давай, чуть-чуть помню, что я сделал Опять тебя под лампу поставлю Это касалось прикол, короче Типа, почему он лаву сеет? Мой город пропитан деньгами Огнями горит и всех манит Огромный мегаполис желаний Всегда набивает карманы Квартиры, дома, кабинеты Мой город, это город секретов Мой город, это город порока Так много, так много народа Город дурный, город тон-то В общем, вот как-то вот так вот все происходит Сейчас показать все, что сокрыто Мы просто проснулись однажды утром И все изменилось Мой космос так близко на расстоянии объятий Я даже не представляю, что потом тебе снилось Но отчетливо помню, как снилось с тебя пасть Ты меня испытываешь Я ломаю мобилые стены Знаешь, кровь горячая и что не в растении Знаешь, в постели лучше истерик Ведь ты была рядом, когда не было денег Она, она успокоит, молча, обняв Знает, не проживу без нее ни дня Она символ ваты и стихия огня Если что, она тушит меня Она тушит меня льдер Ждет меня домой, я вернусь Знает, улыбка на лице Одна из последних новинок, которую уже можно услышать живьем на концертах Элвана Называется «Океан» И на 80% состоит из живых инструментов Например, «Океан» Да, это что-то такое взрослое Что-то такое для масс, опять же, да, наверное Но в тот же самый момент Я пытаюсь рассказать о любви Ну, как-то нестандартными ходами Все как-то более приземленно Все как-то более на нервах Хочется работать в сторону эмоций каких-то Впервые она прозвучала на его большом концерте в «Известиях холл» Так сказать, публике на зацен Это довольно распространенный ход среди музыкантов По реакции толпы становится ясно Что в треке заходит, а что нет Ну да, мне кажется, по взгляду это можно определить Можно определить, подхватывают ли они сразу песню, припев или нет Ну и второе определение Это насколько быстро потом будет распространяться Лайв-запись, например, в интернете Помимо песни «Океан» В этот вечер на суд общественности Было представлено еще два абсолютно новых трека Один из них называется «Все на Чили» И это такой некий гимн для всех лентяев Ну, слышал, что он звучит не совсем по обычному Ничего не делал Да, то есть мы сразу записали пространство Чтобы потом не добавлять его в миксе А кукулеты близко записаны А, наоборот, такой контрастик получается Ну да, можно послушать Мы пиццу закажем домой, на кухне вообще ни на кое Ты, может быть, просто ногой Сегодня проблемы долой, заботы долой На носу середина недели, а у нас воскресенье У меня одной мысли в голове, будто бы сотрясенье В абсолютном свободе на всех Меня не волнует сегодня успех Свобода, музыка и ее смерть Свобода, музыка и ее смерть Кто никуда не спешит, не бежит Все на челе А концерт для тебя, это больше все же ты как бы отдаешь или забираешь? В большей степени отдаю Меня бесит эти телефоны, которые вот так и снимают Зачастую на некоторых концертах это так меня вот заводит, что я вот прям туда снял в любую зону Ребят, давайте Все сняли В архив А теперь давайте потанцуем немного и покачаем Ну что, наста Я думаю, вы готовы У тебя прям целый ритуал, да, выхода на сцену Ты крестишься Как ты настраиваешься? Пытаюсь Отвлечься от всех мирских запросов Настроиться на концерт Входить вверх Симпризирование В связи с госпиталом Ты смотришь на толпу или до того? Нет У меня самое главное правило еще Моя команда знает Никогда не идет В зал Пускай Полупост Работают все центральные каналы телевидения За все люди вычт оттет Пусть минуты Дех 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 Восстав Специально для вас Этот монко гонки При такой И по-моему, это... А-а-а-а-а! И ты, если ты, что ты мечтал, Твой день остается... Музыка! Твой день остается... Слушай, ну вот не думал, что настолько прям изменит все. То есть, если раньше можно было без зазрения совести, выключив свой мозг, прыгнуть в толпу, не боясь о последствиях, то сейчас как бы там лишний раз задумаешься. А если вдруг? Появление ребенка, конечно, дает небольшой очень стимул к развитию дальше. Самое, наверное, что, возможно, скажут и твои же друзья, это когда ты приходишь домой, уставший, не уставший, злой, не злой. Ты как только заходишь домой, и этот пацан на руках у твоей любимой встречает тебя улыбкой, ну как бы все вообще. Ну у меня давняя позиция, я никогда не пускаю в свою личную жизнь. Ну стараюсь, то есть по минимуму. Я не тот артист, который спекулирует на этом, типа, «Эй, я тут с ребенком гуляю! Вот он такой красивый, он похож на меня!» Ну готов процентов, наверное, на 30. Альбом будет очень личным. Спутник, он мотивационный. Вперед, у тебя все получится, ты кузнец собственного счастья, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Сейчас же хочу вот эту всю массу, всю эту аудиторию познакомить с самим собой. Как случилось, что я оказался в Москве, что происходило со мной, что я пережил, какие падения и взлеты были в моей жизни, какие люди присутствовали, какие люди ушли. Ну то есть какие-то вот такие очень личные подробности, чтобы люди поняли, что это не просто так вдруг все случилось, все, что сейчас происходит. Да, что не вдруг появился Элван, и богатый Тимати вбухал в него какие-то там бешеные бабки, и раскрутил его и так далее. Нет, чтобы была определенная история у пацана, который жил в Якутске, потом переехал в Москву, следовал за мечтой, мало спал, мало ел, но продолжал делать то, что он верил. И вот, ну как бы, и что изменилось после всего этого? Вот это немаловажный факт, то есть как было и как стало. И, конечно же, будет присутствовать на альбоме, что будет дальше. Спасибо, родные, от души. Всем этим зрителям фанбокс. Во-первых, всегда смотрите программы, которые ведет Глеб. А во-вторых, всегда ходите на концерты Элвана, потому что, по крайней мере, я пытаюсь удивить вас на каждом концерте и выложиться на 100%. Ну и самое главное, хочется, чтобы вы слушали музыку, которую вам не навязывают, а которая нравится в первую очередь вам, друзья мои. Субтитры создавал DimaTorzok